Глава двадцать первая И призрел Господь на Сарру, как сказал, И сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачела и родила Аврааму сына старости его, Во время о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, Которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмый день, Как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра, смех сделал мне Бог, Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала, кто сказал бы Аврааму, «Сарра будет кормить детей грудью, Ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, Когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сарра, что сын Агарьи-египтянки, Которого она родила Аврааму, Насмехается. И сказала Аврааму, «Выгони эту рабыню и сына ее, Ибо не наследует сын рабыни сей Сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму Весьма неприятным ради сына его. Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сарра, Слушайся голоса ее, Ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, Потому что он семя твое». Авраам встал рано утром И взял хлеба и мех воды И дал Агаре, Положив ей на плеча И отрока, И отпустил ее. Она пошла И заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, И она оставила отрока Под одним кустом И пошла, Села вдали, В расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против, И подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, И ангел Божий с неба Воззвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобой, Агарь? Не бойся! Бог услышал голос отрока Оттуда, где он находится. Встань, подними отрока И возьми его за руку, Ибо я произведу от него Великий народ». И Бог открыл глаза ее, И она увидела колодец с водою, И пошла, Наполнила мех водою, И напоила отрока. И Бог был с отроком, И он вырос, И стал жить в пустыне, И сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, И мать его взяла ему Жену из земли египетской. И было в то время, Абимелех с фихолом, Военачальником своим, Сказал Аврааму, «С тобою Бог во всем, Что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, Что ты не обидишь ни меня, Ни сына моего, Ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, Так и ты будешь поступать со мною, И землею, В которой ты гостишь». И сказал Авраам, «Я клянусь». И Авраам упрекал Абимелеха За колодец с водою, Которой отняли рабы Абимелеховы. Абимелех же сказал, «Не знаю, кто это сделал, И ты не сказал мне, Я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота И дал Абимелеху, И они оба заключили союз. «И поставил Авраам семь агнец Из стада мелкого скота особо». Абимелех же сказал Аврааму, «На что здесь сии семь агнец, Которых ты поставил особо?» Он сказал, «Семь агнец сих, Возьми от руки моей, Чтобы они были мне свидетельством, Что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он сие место Версавия, Что значит «кладись клятвенный», Ибо тут оба они клялись, И заключили союз в Версавии. И встал Абимелех и Фехол, Военачальник его, И возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, И призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, Как странник дни многие.